Николай Григорьевич, итак, одна из вот этих самых скандальных тем, которую я анонсировал, на самом деле я, честно говоря, тоже был поражен до глубины души, суд арестовал скандального одесского военкома Борисова, который был в бегах. По версии следствия, вот я зачитаю, он присвоил почти 200 миллионов гривен и, внимание, уклонялся от службы в армии. Мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Кроме элитной зарубежной недвижимости, в 23-м году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz почти до 3 миллиона гривен. В суде Борисов был одет в брендовую одежду, явно не соответствующую зарплате военкома, но и заявил, что служить не может по состоянию здоровья, пьет таблетки, чтобы не умереть. Ну, на самом деле, в принципе, какая-то коррупционная составляющая в центрах комплектации, это, наверное, не что-то новое. В общем-то, в обществе есть такое мнение, что некоторые коррупционные деяния там происходят, но просто масштаб просто поразил. Насколько показательная история, как считаете? Ну, я считаю, что она характерна для Украины сейчас, к сожалению, большому, потому что очень большое количество людей, которые не хотят служить в армии, тем более идти на войну, они пытаются уклониться. Одни уехали под видом волонтерства, оформлены, помню, даже ряд задействованных народных депутатов, услуги народа, которые организовывали схемы вывоза. Туда ряд мощных компаний, а также службы, которые супроводжеры давали добро на функционирование, например, гуманитарных фондов с выездом за рубеж. И эти люди выехали, остались там. Уже мы имеем не только женщин, но и как раз мужчин призывного возраста, миллионы людей за рубежом. Поэтому мы говорим не об единочном явлении, а явлении массовым, системным. Вот, тем более, в данной ситуации тут задействованы различные структуры. Военкомат – это одна из форм как раз реализации этого, так сказать, формата. Я помню первые дни буквально, 25-26 февраля, военкоматы, кстати, сотни, сотни и тысячи людей. В зависимости от военкомата, района и тому подобное. И, соответственно, часто военкоматы отказывали даже приемы на службу, хотя, я думаю, этот период был очень эффективный. Это формировало не только уже действующие воинские части, с колес прямо говорю, там, где были бы опытные военные или запасники, но и резервов. Это они делали. Отказывали многим даже своим коллегам, которые прошли службу, которые говорят, да нет, нам сейчас не надо, у нас эти не специальности. То есть даже в организационном плане было очень тяжело как бы попасть на фронт, а тем более в воинские части. Позже пошла обратная тенденция. Уже многие пытались отказаться. Те, которые пошли на фронт, они все-таки добились именно того, что они стали на защиту государства. А военкоматы уже начали уже тут как бы формировать позицию. Одних отправляем, одних нет. Но появилось очень много людей, которые пытаются уже ухилыться, как мы говорим. То есть уверенуть от службы, потому что действительно трудно идти на тяжелую подготовку. Это воинские части, центры подготовки. Вот осваивать технику, конечно, двигаться на войну. Это реальная ситуация. И поэтому военкоматы часто начали уже понимать дефицит именно таких моментов. Обычно где, как говорил еще старый советский комикрайкинг, там где дефицит именно есть, там где есть проблема, там решаются вопросы коррупции. Просто другого не бывает. Поэтому в той или иной мере каждый военкомат задействован в такой коррупционной схеме. Большие военкоматы типа Одесски, например, или других городов, это намного больше возможностей. И те, которые не имеют уже совести, потому что те, которые берут мало, прямо скажу, ну еще как-то закрывали глаза. А когда уже перебор, когда в него уже, так сказать, идут потоки, он думает, что никто ничего не знает. Эта молва идет мгновенно. Сколько нужно дать за то, чтобы остаться здесь, но отстранить от службы, дать ему, так сказать, отсрочку. Дать ему возможность поехать за рубеж, это еще дороже стоит. Соответственно, все суммы, например, 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов от человека и от родственников, ну это уже естественно. А в совокупности это тысячи людей, это десятки и сотни миллионов долларов. Поэтому недвижимость, которая там есть, показали в Португалии, Испании, в других местах, это буквально небольшая толика от того, что получалось. Соответственно, и оформление же нужно провести на жену, например, там на тещу, на родственников, ну а самому приодеться как нужно. Но это как бы один из показателей, такой уже знаковый показатель. Но если берем по большому счету, это повсеместное явление не только в сфере военкоматов. Вот недаром американцы указали, что тут именно они фиксируют системную коррупцию. И это наряду, так сказать, с окончанием войны является преградой и скуплением НАТО. И Европейский Союз точно такие же условия, чтобы за коррупцию жить. Но военкоматы, центры комплектования оказались сегодня как бы приоритетными. Потому что они сами чувствительны. Там, где действительно формируется стратегия МОБ-резерву, готовятся лучшие, выбираются кадры. Но они, наоборот, получается, не готовят резервы, не направляют войска или учебные центры. А наоборот, их, так сказать, любым способом пытаются отвести от реального выполнения обязанностей. Но за конкретные деньги. Поэтому факт с Борисом, я думаю, это знаковый. Но я думаю, чтобы он не был, знаете, как бы таким конъюнктурным. Вот Бориса поймали, вот мы все решили. Да, ничего не решили. Это явление, это единичный только факт, где выявили. Сейчас ДБР рассказал вчера, что уже 100 фактов уже по конкретным военкомам возбудили. Но тут еще намного больше, не только военкомы и члены вообще этого сообщества, комплектования, посредники, должностные лица и тому подобное. Но если говорим в целом, то это коррупция, которая сейчас очень мощно ударяет нам в тыл. Это в Минобороны мы не раз говорили. И помним, сколько фактов и уголовное дело возбуждено. Когда сената возрастали 3-5 раз на определенные виды продукции перед войной. АОП был намного ниже на простом рынке. Не то, что для военных, которые часто отдавали по низким ценам, по демпингу или даже бесплатно. Точно так же, гуманитарка, целые потоки возбудили на миллиарды гривен. Сейчас они где-то исчезли, эти дела. Просто исчезли с поля боя. Хотя там кураторы были из офиса президента, один из заместителей, и главы областных военно-цивильных администраций, заместителей. Я уже не говорю про других чиновников и общественных условно главных деятелей, которые якобы поставляли. Все шло на рынке. Известна была гуманитарка. Не иностранные партнеры говорили. Мы все это знаем. У нас четко работает вся информационная система. Как именно все помощь наша и гуманитарная составляющая, которая должна идти обездоленным, беженцам и на фронт, идет на рынки. И, соответственно, даже с глейбами гуманитарки часто. Если не успели даже сорвать. Вот поэтому явление эти есть. И тут бороться, в первую очередь, в системе комплектации резервов. Это чрезвычайно важно. На сегодняшний день нужно сделать вывод, чтобы именно тема с Борисовым не была как бы конъюнктурная прессия в СМИ, в правоохранительных органах, как единичный пакт. Уже мы говорим о том, что ДБР уже имеет сотни пактов по центру комплективания. Ну и, конечно, нужно провести системный анализ по всем центрам, по их эффективности, по формированию резервов и по наличию комплективной составляющей. Принципиально изменить систему, изменить кадры и выйти на модель эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов, которые именно займут ведущие позиции в инновационной сфере военной техники. Как раз в системах противоуздушной обороны, дроновой системе, ракетных, так сказать, в системах противоизоляционных моделей, которые сейчас мы потерпаем от врага. Разминирование, это на расстоянии очень мощное. Система разведки, то есть это те специалисты, которые должны прийти через центры комплективания войскам и, соответственно, дать новое качество и ведения боя, и, соответственно, наших побед. Вот два вопроса. Во-первых, Николай Григорьевич, действительно ли чувствуется нехватка какой-то подготовки у командного состава в силах обороны, о котором говорит немецкое издание Бильд? И второе, действительно ли, ну вот то, что затянули с началом контрнаступления вследствие медленных поставок вооружения, в том числе, это будет означать теперь, что существенно и конечная, получается, точка результата этого контрнаступления, нашей победы, она тоже откладывается на какое-то время? Для того, чтобы дать эффективную оценку, нужно быть в Украине, нужно быть на поле боя, видеть именно стратегию противника и, соответственно, иметь полную, закрытую информацию о силах и средствах украинских вооруженных сил и, соответственно, тех возможностей огневых боеприпасов, тем более подготовки личного состава в реальной ситуации. Это война. Поэтому Бундесвер, например, или Пентагон, или, например, аналитики и судоизучения войны, или разведки могут давать свои оценки, это их право. Но в данной ситуации на войне есть реалии войны. И не считается, что противник готовится к нашим наступательным операциям, и он не слабый противник. Я их хорошо знаю, россиян, российские войска, спецслужбы, это сильный враг. Поэтому в данной ситуации нужно очень мощно готовиться. И так просто в теории сказать, что не так, это очень легко. Ряд позиций, они правильно указывают. Но это только небольшие сегменты. Это, в первую очередь, то, что они, и мы все дружно признаем, что в свое время они дали и вооружение, технику, боеприпасы, особенно высокоточные, дальнобойные, мощные, включая кассетные, включая атакамсы, например, там, Storm Shadow, там, или Скальк, которые сейчас надали, или пытаются надать. Система противоуздушной обороны, системе разминирования, но дистанционного действия, способа нанесения ударов и детонирования, а не продвижения минеров по винном полю, жертвенно и не рационально. Вот много причин. Но, что я могу сказать, вот так, чисто военные, наши же военные и наш генштаб должны об этом знать. Это же не теория тоже. Он понимает, что противник очень сильный, что он готовится, что он будет минировать, что он готовит укрепление сооружения, в каких местах. А мы альтернативно действуем. Мы понимаем, что это реальные преграды, но фронт 1200-500 километров. И не все минные поля по 10 километров шириной, и не все три этапа загородных сооружений. Есть и слабые места, где нужно вырабатывать стратегию, где готовить удары франков, стылов или комплексные удары, что принесут очень мощные жертвы среди и противника, и уничтожения сливых средств, и огневых средств, и удары по резерву, вот этим всем дальнебойными ракетами. Потому что многие говорят, да у нас нет. Ну, Хайберс уже давно, например. М-270-ка давно. А это сколько километров? 80. Что это можно уничтожить? И на фронте, и при фронтовой зоне, и за 80 километров. Представляете, всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую почти половину достаем, вот, и, соответственно, Херсонскую всю, если мы берем с линии фронта. Я не говорю, в других местах. Помним, мы проходили, проходили эти все патриоты и другие через территорию и границу Беворусской, Брянской области. Прошли. Никаких практически минных полей, никаких, так сказать, укрепших сооружений. Нужно искать места. Поэтому командование должно быть действительно, может быть определенная критика есть, что там могут быть какие-то есть нюансы. Но в целом, это сегодня реалии сегодняшней войны. И вторая составляющая, мы не раз говорили в наших программах, действительно, что враг будет готовиться. И по коллегии Минобороны России в декабре 2022 года, где был Путин, было принято решение срочно готовить укрепить сооружение. Готовить новые армии, целые армии, корпуса. 2600 танков, новых обновить, там, сходили старых, реабилитировать. Это 4000 БТР с чем-то, ракетных систем, боеприпасов. И мы говорили тогда, начиная в феврале, в марте, это уже критический срок. Потому что дальше они готовятся системно. И к этому шло. Почему мы не пошли? Хотя, многие говорят, да, пойдем. И Зеленский говорит, вот-вот мы пойдем в атаку. Соответственно, не было готовности наших вооруженных сил. С учетом того, что Рамштайн мы работали. Но большая, так сказать, логистика. Бюрократия, я знаю эту систему, она работает не быстро. Не дни недели, а месяцы, полгода и больше. И вот это затягивание во всех форматах привело к тому, что у нас готовности полной. Я прямо скажу, 100% для проведения наступательных операций хотя бы в феврале-марте не было. Это все затянулось аж на май, соответственно. И дальше уже мы только были готовы. И после Крайни Рамштайма заявили, что у нас готовность есть. Американцы, британцы и в Толтенберг сказали, что мы передали все то, что Россия, что Украина требовала. И Россия тут уже не выдержит. Поэтому, да, тут были свои оценки, свои таскетильзоны, свои опасения. Но и не готовность определенная была. Ну а то, что минные поля, загорать сооружение, ну я просто скажу чисто военный, не политический формат. Это должны быть учитывать как реалии. Это по-другому не бывает. Враг и мы минируем. Враг и мы создаем укрепь сооружения. Поэтому нужно готовить, как их продолевать. Не улов, я подчеркиваю сразу же, а проводить именно обходные операции, внезапные операции, удары с флангов. Возможно, высадка в тыл, наряду с ударами по фронту, артиллерия, ракетными средствами, флангами, ударами. То есть это уже дело командования. Поэтому тут, возможно, какие-то есть оценки, критики со стороны определенных военных ведомств, наших партнеров. Но реалии покажут, что тяжелая работа и большие жертвы, если бы мы разначали операции ранее, а тем более в лоб, конечно, они нерациональны. Это привод к тяжелым последствиям. Но чтобы мы имели все свои средства для того, чтобы сейчас и разминировали, это, я считаю, на Рамштайне не доработали. Система разминирования с традиционного уровня должна быть наработать сотни-сотни. Тогда мы бы имели, а сейчас мы говорим, да мы просим, что ее поставили. Они должны поставили уже быть давно. Одну из первых форматов с БТРами, с танками, с ракетными системами, комплексно действует. Мины постоянно есть. Поэтому система разминирования должны быть. Точно так же, как дальнебойные ракеты, точно так же, как система противоузрочной обороны, включая по Одессе, как мы говорим. Потому что уже это мы говорим, возможно, мы говорим о зерном коридоре и ударах. Это тоже нужно просмотреть, потому что терминалы под огнем. Они всегда должны быть под контролем и защищены. Поэтому так же нужно, учитывая и ошибки, действовать на упреждение. Там, где есть угрозы, там, где мы готовимся к наступательным операциям, там мы и получаем силы и средства. Концентрируем все удары, дезориентируем противника, проводим маневрирование войсками. Мы вытягиваем противника на определенные позиции, условно, имитируя или проводя тактические наступательные операции. И наносим удары. То есть уничтожаем резервы, что мы сейчас делаем. Вот сейчас они пытаются наступать в разных точках. Например, там, или Бахмут, Авдеевка, Лиман, Купянск, Сватого Кремена. Мы, соответственно, да, понимаем, они подтягивают 100 тысяч, например. Но, соответственно, там должны быть ракеты, дальневойная артиллерия. Вот очень мощная бронетанковая техника, которые их нужно сметать там. Вот чем больше, тем сильнее должны быть наши укреппозиции. И как раз концентрация больших сил и средств, это не только перевес. Это и большой рызок для врага. Потому что он в одном месте собирается. Вот тут их нужно уничтожать. Особенно желательно на марше, когда он движется, например, на Купинск, на Сватую Кременную. Когда не развернулся боепорядки, разведки все наши возможности, фиксируют и наносят удар. Вот это класс. Вот тут, я думаю, нужно учитывать и нашим военным, как все-таки гибко действовать, чтобы мы тогда не стояли в жесткой обороне. Или уже готовым противникам, которые движутся наши силы. Или он ставит по оборону, а мы, соответственно, уже тогда должны их штурмовать с разных позиций. Лучше, конечно, действовать до того, уничтожая на расстоянии силы и средства их, огневые средства, резервы, которые перемещаются. Мы же избрали очень ловкую тактику. Вести фактические ситуации на фронте, проводить контрнаступательные операции. Противник начинает резко перемещать свои войска, и на этом ударе их нужно где-то бить. Дроновая, космическая, радиотехническая, военная разведка должна это все видеть, и, соответственно, все наши силы и средства готовы. Самые лучшие, самые эффективные, а тогда будем сохранять и наших воинов, и наши возможности, меньше, так сказать, боеприпасов на формате их перемещения, на формате попытки разворачивать боевых порядков. Вот тут нужно действовать очень эффективно. А не ждать, пока они зарубировались, а затем, да, там минные поля, они подогнали 100 тысяч, и мы должны, так сказать, уже как-то их защищаться. Это тоже форма войны, она реальна сегодня. Но я думаю, что нужно искать и гибкие варианты, которые будут более эффективны. Вот тут уже командующие и командиры, которые это понимают глубинно и ведут такую работу на поле боя.